Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. 13 апреля Национальная библиотека Республики приглашает всех желающих принять участие в ежегодной всемирной акции «Тотальный диктант». Более подробно мы говорим об этом с нашей гостью. Это сотрудник Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Галина Кутубутова. Галя, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Но все-таки кто может принять участие? Любой? Никаких требований? Совершенно никаких требований нет. Это акция совершенно добровольная. Если ты умеешь писать, воспринимать русскую речь, то любой желающий. Никаких ограничений по возрасту, по национальности. Может прийти любой. До какого числа можно зарегистрироваться? 13 апреля? Да, но вообще регистрация начинается 3 апреля на сайте totaldict.ru, но можно прийти и не зарегистрировавшись. Но мы просим всех зарегистрироваться, потому что все равно каждый получит свой индивидуальный номер. Результаты будут опубликованы в личном кабинете на этом сайте. Поэтому нам надо знать примерное количество участников. Вот интересно, кстати, а результаты они будут как-то афишированы или все? Нет, все индивидуально. Каждый получает в личном кабинете. Он приходит на диктант, получает бланк, на котором ему присваивается индивидуальный номер. После этого он через... Наши организаторы в Якутске обещают, что через 5 дней результаты будут готовы. Так что в личном кабинете каждый видит. Ну нет, и будет, конечно, подведение итогов, самые лучшие, будут отмечены грамотами, призами, будет итоговое такое мероприятие. Уже прилюдно все это будет, да? Прилюдно, да. Но нам известно, что еще можно подготовиться к диктанту. Каким образом? К диктанту можно подготовиться на сайте totaldict.ru, там онлайн школа. Также можно почитать книжки. Вообще проводился мониторинг, читающие люди, они пишут, конечно, очень грамотно. Ну, несомненно. На каких площадках будет проходить акция? Будет ли что-то новое? Ну, вообще координатором в Якутске является СВФУ, университет. Они уже с 2012 года проводят. Якутск присоединился к этой акции. И в этом году будет 4 площадки. Это учебные корпуса СВФУ, библиотека СВФУ. Ну, в основном там будут студенты, также будут принимать участие иностранные студенты, которые будут кусочек из текста писать, а потом какое-то тестирование проходить. И также наша национальная библиотека Республики Саха-Якутия приглашает всех. Ну, и будет также площадка организована второй год в парке «Россия. Моя история». А кто будет читать? Дикторами диктанта будут преподаватели университета, а также в нашей библиотеке диктором будет телеведущий, директор телеканала «Якутия-24» Алексей Соколов. Ух ты, да. Так что приходите. Отрадно. В этом году автором текста выбран писатель Павел Басинский, да? Мы знаем, что в национальной библиотеке представлены книги, которые ты, кстати, принесла сегодня. Насколько популярны его работы среди читателей Якутии? Ну, вообще, интересность тотального диктанта заключается в том, что современные писатели, литераторы, критики, они готовят специальные тексты для диктанта. Эти тексты, ну, где-то около 300 слов. В прошлом году текст написала Гузель Яхина. До этого были Водолазкин, Прилепин, а в этом году очень известный современный писатель, литератор-критик Павел Басинский. Я принесла только часть его книг, они очень интересные, у нас очень много его книг. Вообще, он популярный сейчас современный писатель, и к нам тоже ходят за его книгами. На его книге, на его сценарии были сняты много документальных фильмов о писателях русских, а также был в 17-м году снят художественный фильм, который получил главный приз за лучший сценарий Кентавра. Так что вот книги интересные, у него такой интересный язык, легкий для чтения, и писатели, о которых он пишет, вот Максим Горький, Лев Толстой, например, они предстают в каком-то таком новом свете, а также у него есть художественные опросы. Так что вот в библиотеке они всегда доступны для читателей. А по продолжительности сколько займет диктант? Ну вообще диктант не больше часа продлится, сперва будет регистрация, потом обычно бывает просмотр видео о диктанте, и потом уже сам диктант, который, ну, 300 слов, это буквально полчаса, ну, потом там еще время на проверку. Так что... Галь, давай еще раз пригласим наших телезрителей 13 апреля в 2 часа дня в Национальной библиотеке, а также на других площадках. Организаторы это СВФУ с нашей библиотекой. Мы всех ждем. Потратьте всего час своего времени. И, кстати, будут ручки всем, так что бумажки, ручки мне надо приносить. А, кстати, да, фига. На каком сайте еще раз? TotalDict.ru TotalDict.ru Запомнил? Да. Все. Галя, спасибо тебе огромное, что приняла участие в нашей программе. Мы желаем тебе удачного дня, хорошей работы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok